АПЛОДИСМЕНТЫ Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. 25 апреля в Ульяновске состоялась встреча с читателями автора серии книг о Волкодаве Марии Семеновой. Мария Семенова – российский писатель, широко известна как автор серии «Волкодав», экранизирован в 2006 году. Составитель единственной энциклопедии о жизни древних славян «Мы – славяне», родоначальник жанра славянская фэнтези, посетила Ульяновск в рамках всероссийской выставки-ярмарки «Симбирская книга», которая состоялась во Дворце книги. Следует добавить, что встреча с автором интересна не только для читателей, но и исследователей истории, культуры Древней Руси, а также защитникам животных. Заметим, что Мария Семенова – обладательница многих престижных литературных наград и премий – «Беляевская», «Аэлита», «Премии Роскон» и других. В Санкт-Петербурге открыта выставка художника Дмитрия Маркова «Ступени времени. Из прошлого в настоящее». Она включает серии художественных работ разных лет, знаменуя знаковые этапы творческого пути художника. Экспозиция разнообразна – дремучие сказочные леса и живописные пейзажи, сюжеты русской мифологии, этнические персонажи различных эпох и культур. Художник рассказал о сюжетах своих произведений и творческом замысле. Золотой бык, репейские горы. Могучий тур в славянской культуре прежде всего связан с сельхозработами и вспахиванием земли. Если корова больше дойное животное, то бык использовался для обрабатывания земли. Славяне верили, что сами боги наделили людей возможностью приручить быков и считали, что боги пашут небеса на огромных быках. Ярый тур – образ наступающей весны, олицетворение напористого, животворящего водного потока и огненного дыхания, который сметает на пути остатки зимней поры. Бычье око сравнивалось с озерами, имеющими округлую форму, и родниками. Быка славили в весенний праздник Турицы и Калиды. Низкое бычье мычание породило немало сравнений и поэтических метафор. Это и гудение пчел, бучил по-старому, и рух от воды близ глубокой заводи, бучила, и плотные предгрозовые тучи, бычки, и крик выпи водяного быка в ночной мгле. В Репейских горах мест, излучающих особую энергетику, множество. Прикосновение к этим местам всегда дает толчок к познанию себя. Можно найти ответы на свои глубинные вопросы. Путешествие по местам силы – это всегда встреча с прошлым наших предков, а значит, с самим собой. Одним из таких мест являются Репейские горы. Выставка работает до 2 мая. Продолжим артефактами земель славянских. Новый поворот в истории. В Якутске нашли керамическую посуду 15 века. На территории строительства сквера Бульвара Учителя нашли керамическую посуду 15 века. Это снова ставит вопрос о том, что Якутск как поселение существовал на 200 лет раньше, чем принято считать. Об этом журналистам рассказал директор Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Анатолий Алексеев. По его словам, найденная керамическая посуда перекликается с изделиями раннеякутской кулуна-атахской культуры и датируется 15 веком. Принято считать, что город основан 25 сентября 1632 года, так как в этот день отряд енисейского сотника Петра Бекетова заложил Якутский-Ленский острог на правом берегу реки в 70 километрах ниже по течению от места расположения современного Якутска. При этом археологическая находка снова ставит вопрос о том, что город как поселение существовал на 200 лет раньше. О том, что в 15 веке на территории современного Якутска было поселение, писал и советский археолог Алексей Окладников. Ученый доказывал этот факт по фольклорным материалам и историческим источникам, подчеркнул Анатолий Алексеев. Более точная дата будет определена после проведения радиоуглеродного анализа. Повесть временных лет и все последующие историки до сих пор связывали появление варягов на Руси с призванием Рюрика в Новгород в 862 году. «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите и владейте». Новые археологические находки и современные методы исследования могут скорректировать устоявшееся мнение. На территории центрального поселения археологического комплекса Гнездова, в Верховьях Днепра в 12 километрах западней Смоленска, ученые обнаружили два женских черепа. Раскопки в Гнездово ведутся с 1867 года. Это крупнейший в России и хорошо изученный памятник эпохи викингов. Традиционно время существования древнего поселения историки относили к X – началу XI веков. Историк Василий Ключевский писал, где и как среди разноплеменного населения нашей равнины могла загореться искра государственной исторической жизни. Эта искра была принесена со стороны. Варяжский элемент вошел живой, освежающий струей в эту неподвижную бесцветную массу. Однако, по крайней мере, один из двух черепов примерно на 100 лет старше. За последние годы в Гнездове путем радиоуглеродного датирования ископаемых костей и деревянных предметов уже были получены данные, позволяющие ставить вопрос о его более раннем существовании. Теперь возникло новое доказательство. Это очень интересный и важный результат. Данные летописи, составленных столетия спустя, не всегда достоверны. «Исследование археологических материалов естественно-научными методами – единственный путь, позволяющий выстраивать корректную хронологию как для отдельного памятника, так и для всей эпохи образования древнерусского государства и освоения трансконтинентального торгового пути из варяг к греки», – говорит руководитель археологического отряда музея-заповедника Гнездова, кандидат исторических наук Василий Новиков. Особое значение имеет принадлежность черепа женщине, которая в те времена не могла быть воином, торговцем или случайным путешественником. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Липецке с 1 мая всех посетителей Центра Романовской игрушки ждет насыщенная интерактивная программа «Май-Травень». Много весенних обычаев и традиций было у наших предков славян. О самых необычных и интересных мастера романовской игрушки расскажут в ходе исторического путешествия. К примеру, здесь вспомнят простой детский стишок «Водичка, водичка, умой мое личико» и раскроют его настоящее сокровенное значение и тайный смысл. Пополнят словарный запас старинными словами, пословицами и поговорками. А еще вы узнаете, что маевка – это не только словечко из советского прошлого нашей страны, а старинные обычаи – гуляния в роще или в лесу, где молодежь показывала свою удаль в играх и забавах. Вы побываете на встрече русалок и поймете, почему в «Русалей день» нужно непременно обливаться студенной водой. В каждую программу Центра романовской игрушки включены два мастер-класса. Для программы «Май травень» это будет изготовление глиняной игрушки «Кукушка» и текстильной куклы. И, конечно, вы поиграете в народные игры и поучаствуете в состязании под руководством славного атамана Кудияра. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. 6 мая в Смоленской филармонии состоится концерт «Живет победа в поколениях». Исполнители – ансамбль народной песни «Славяне». Смоленский русский народный оркестр имени Дубровского. Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный деятель искусств Игорь Каждан. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В рамках филиала «Школы Рассвет Сварога» в Челябинске 1 и 2 мая состоится семинарское занятие по ведическому богословию. Ведущий Андрей Ивашко. Ведическое богословие – следующий шаг в образовательном процессе в программе «Школы Рассвет Сварога». Это кульминация предмета мировосприятия, на котором разные отдельные составные картины мира собираются вместе, выстраиваясь четкую духовную философию, помогающую человеку идти по жизни с большой устойчивостью и результативностью. Ведическое богословие – это собранный и систематизированный опыт взаимодействия разных поколений наших предков с Богом и духовными существами Вселенной. В процессе занятия этот опыт не столько повествуется, сколько вспоминается посредством погружения. Он также проносится через призму современных реалий. На семинаре также рассматриваются важные темы духовного подвижничества, атлантической и гиперборейской цивилизаций, а также хронокинез – мистическое единение со стихией времени, помогающее человеку увеличить свою дееспособность по жизни. Приглашаются учащиеся «Школы Рассвет Сварога» в Челябинске, а также все желающие. Семинар состоится 1 и 2 мая. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. Оркестр русских народных инструментов создали при Иркутской областной филармонии. В него вошли 18 музыкантов из разных регионов Приангария. Профессиональные домристы, баянисты, балалайчники, ударники и гусляры. Уже скоро оркестр начнет гастролировать по региону. Коллектив планирует выезжать даже в самые далекие уголки региона. Заключение. Поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 30 апреля, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Музыка и человек». Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ять. Первого мая, вторник. Здоровье на своих грядках. Автор-сказитель Захар Белинский. Второго мая, среда. Уроки мудрости. Урок десятый. Пробуждение. Просветление. Автор-сказительница Марина Макарова. Третьего мая, четверг. Родные души. Близнецовые племена. Автор-сказительницы Елена и Татьяна. Четвертого мая, пятница. Вы услышите запись передачи «Что такое сознание». Автор-сказитель Вадим Герлеванов. Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 5 мая, вы услышите передачу из цикла страницы родной поэзии Роберт Иванович Рождественский. Ведущий Виктор Маслов. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова